Привет, гуру, и добро пожаловать в очередной эпизод. Биткоин падает. С 66 обвалился на 63 тысячи, и огромные объемы зашли на продажу. С 66 на 63 ушел. Минимум был 63 200. Торговая идея, которую я давал, закрыла по стоп-лоссу. На этом падение. Это мой телеграм-чат. Трейдеры, конечно, обсуждают. Капитализация рынка 2.35 триллиона. Но я думаю, что там 2.1 триллиона должно быть. Не обновилось. 183 тысячи посетителей на моем сайте. И теперь биткоин пытается удержать 63. Посмотрим, что будет дальше. С открытием торгов на ETF. Регистрируйтесь на Bybit, получайте бонус. Индекс страха и жадности. Все еще в жадности. И цена биткоина 63 600. Сильное падение это сегодня. Это примерно 5 процентов, наверное. Сделаем в этом видео теханализ Биточка. Покажу вам свой торговый аккаунт. Отразилось, конечно, это падение на балансе. Подпишитесь на канал, поставьте лайк, включите колокольчик. И давайте перейдем на графики прямо сейчас. Открываем рынки. Сильное падение. Тесла плюс 2,4 процента. На премаркете чуть в минусе. Юнисвап. Эфириум. Все это вниз. Биткоин. Минус 3 процента. Доджкоин тоже минус 3. Ворлдкоин минус 4 процента. Биткоин 63 630 долларов. Может, падение это и не сильное, но на альткоинах отражается. Желтая вертикальная линия – это халвинг, когда был. 560 дней должно пройти до вершины бычьего рынка. После халвинга. Биткоин все еще в бычьем флаге. Все еще в чашке с ручкой. Как это все работает, я объясняю на своих курсах по криптотрейдингу. Стохастик развернулся вниз. И биткоин пока что в этом канале. Ходит между верхней и нижней границами. 71, 52, 69. Там вниз на 48. И обратно на 65. Но это бычий флаг. Не забывайте об этом. Криптогурбот все еще держит сигнал на покупку, которую он дал в феврале 23-го. Биткоин-индикатор-бот только что дал сигнал на продажу. Смотрите, на дневном что, тоже вниз развернулись. Но для меня я все еще вижу дубль В большую такую. Чик-чик. И должны пойти на 68, так это по идее. Также здесь нисходящий треугольник, из которого биткоин вверх вышел. И тут цель тоже 69 тысяч. Или куда это должно привести? На 76 тысяч долларов. Но если мы ближе посмотрим, то увидим этот восходящий расширяющийся клин. Это такой типа мегафон. Это медвежий такой чутка паттерн. Можем вниз выйти. На выходных были низкие объемы. Как я и говорил, могут атаковать биткоин. И что сейчас как раз и происходит. Когда все спят. Когда ETF закрыты. То идет атака на биткоин. Это скоординированная атака. Все спали там. Такие. Никто не был к этому готов. ETF закрыты. И вот уронили цену. На биточке. Опять же, это скоординированная атака на биткоин. Я бы не продавал сейчас. Подождал бы, пока откроется ETF. Но торговая идея, которую я давал, закрылась по стоп-лоссу. Тут риск был 420 долларов. Если вы хотите зайти в биткоин, то я бы заходил от нижней границы этого расширяющегося клина. Ну и тейк-профит тянем, конечно, опять же, на вершину бычьего рынка. На 269. После халвинга. 560 дней должно пройти до вершины бычьего рынка. Это 269 тысяч долларов. Цена входа 62 948. Стоп-лосс на 62 637. Риск 310 долларов. Заработать можно. 208 600 долларов. На 1 доллар риска. 671 доллар потенциальной прибыли. Я раньше когда-то торговал так с соотношением 1 к 3. Помните, может быть? Ну а теперь прикиньте, 671. Да ни хера себе. Ну а это расширяющийся восходящий клин, ребята. Вот он, к сожалению. Можем вниз из него выйти. К херам собачьим. Что там может увести биткоин вниз? И можем измерить расстояние, которое пройдет биткоин по выходу из этого мегафона. Биткоин может упасть все-таки. На 59 тысяч. Вполне возможно такое. Конечно, не обязательно, что выйдем вниз, но вероятность есть. Поэтому управляйте стоп-лоссом, соответственно. Много, конечно, прибыли можно потерять, если битточек уйдет на 59. На выходных атаковали биткоин. Посмотрим, что будет дальше, когда торги на ETF откроются. Снова. Смотрим теперь на мой торговый аккаунт. 705 тысяч 400 долларов. А с утра-то было 730 тысяч. Но это нормально, я так потерял на балансе. И смотрите, какие у меня трейды на биткоине. Я продал битточек по 65 тысяч. Затем купил биткоин по 52. И теперь биткоин 63 тысячи. Сделка в профите на 46 тысяч 400 долларов. А было утром 60 тысяч. Но тем не менее, 46 тоже неплохо. Ставка финансирования позитивная, поэтому я плачу комиссию по фандингу за эту открытую позицию. Моя разбивка по балансу. Uniswap 8%, USDT 28%, Dogecoin 20%, биткоин 18%, CRT 14%, эфириум 7%. 705 тысяч на балансе. Вот теперь давайте получим еще больше информации. Посмотрим на эфир и на общую капитализацию рынка. Смотрим на эфириум. Открываем. Эфириум, эфириум, где же? 2617. Давайте откроем дневной таймфрейм. Это двухлетняя трендовая линия, по которой эфириум идет вверх. И там у трендовой линии было хорошее время подобрать эфир. В марте эфириум заходил на 4 тысячи долларов. И затем опустился на 2 тысячи. К этой трендовой линии. Но давайте посмотрим, что формируется на эфире. Какие паттерны. Канал. Ну хорошо. Если эфир даже пойдет вниз, то он пойдет к нижней границе этого массивного треугольника. Чтобы потом вверх выйти. Я бы оставил эту торговую идею, пожалуй. 2515. Стоп-лосс на 2458. И тейк-профит на 4700 долларов. Риск 57 долларов. Заработать можно 2200. Что еще тут интересного? Вроде бы никаких больше паттернов нет. Может, конечно, опуститься на поддержку. Здесь, где мы и поставили цену входа. Но все это выглядит опасненько. Посмотрим теперь на общую капитализацию рынка. Какую здесь полезную информацию можно получить. Здесь тоже бычий флаг, чашка с ручкой. Так же, как и на биткоине. Вышли вверх из симметричного треугольника. Стохастика. Пытается развернуться. Посмотрим, как откроются рынки. Здесь тоже W. Так же, как и на биткоине. В общем, о чем мы уже говорили. Я бы сказал, что здесь симметричный треугольник. Внутри давление. Давление. И вверх выходим. И расстояние можно измерить по основанию этого треугольника. Это симметричный. Походу формируется здесь. Но можем опуститься ниже на эту месячную поддержку. На 2 триллиона. Это сильное будет падение по всему рынку. Стохастик в перекупленности направлен вниз на недельном. Тоже 4 часа в перепроданности. Очень интересная ситуация. Очень интересная. Ну хорошо. Посмотрим, как откроются рынки сегодня. Если откроется и пойдет вверх цена, то это хорошо. А если продолжится падение, то тогда нехорошо. Пока что напомню про полезные ссылки. Если хотите торговать вместе со мной, то ищите полезные ссылочки под видео. На Баббит регистрируйтесь, получайте бонус до 60 тысяч долларов. Затем проходите мои курсы по криптотрейдингу, учитесь в теханализу. И также подписывайтесь на мой твиттер. Тут у меня уже 91 тысяча 800 фолловеров. И моя команда выберет победителя моего конкурса на 100 долларов. 168 дней прошло после халвинга биткоина. А до вершины бычьего рынка должно пройти 560 дней. Так что вечеринка только начинается, ребята. А это предыдущие халвинги. И цена биткоина. Посмотрим, как там будет на рынке дальше. Ждем открытия старта торгов на биткоин ETF. Если восстановится, цена это хорошо. Если не восстановится, то будет падение сильное такое. Это все очень опасно. Почему? Потому что биткоин упал на 63 тысячи, а должен был расти. Поэтому посмотрим, как там будет с открытием ETF. Подпишитесь на канал, поставьте лайк, включите колокольчик. Всем хорошего дня и увидимся завтра. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok